Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться в том, что вы написали. Давайте мы с вами попробуем понять, что происходит. Значит, основной лейтмотив вашего текста, он в принципе такой, что мне нравится молодой человек, он лучше, чем те, кто был у меня до, но у него есть прошлое, которое я не могу отпустить, не могу простить. К проблеме прошлого есть много подходов, но по крайней мере несколько. Это и когнитивный, и психоаналитический, ассоциативный, эмоциональный вот тоже. Правда, говоря о последнем, об эмоциональном. Здесь, конечно, начинала непосредственно ваше, так сказать, ваше участие для того, чтобы понять, откуда у вас такие эмоции, с чем они связаны. Вот. Значит, у моего молодого человека, впечатляемые, было много одноразового секса до меня. У нас отношения серьезные. Для меня были у него всего одни серьезные отношения длительностью год. Он, мне кажется, серьезным и надежным человеком, но там факт, что наличие проституток платных, в прямом смысле слова и одноразовых клубных знакомств, а также его ведение половой жизни в 12-13 лет, вводит меня в замешательство. Ну, смотрите, вот вы все это написали, да, человек вам не подходит, потому что у него другие культурные нормы на другие культурные взгляды. Человек по-другому видит то, что вы воспринимаете как что-то негативное. Нормально ли то, что вы воспринимаете его связи как что-то негативное? Нормально. Потому что, ну, действительно вы можете считать, что ведение половой жизни в 12-15 лет, да, это вообще низкое как бы культурное развитие. Нормально ли считать, что наличие проституток тоже являются чем плохие? Да, нормально. У вас такой взгляд, у вас такое мнение, у вас такая точка зрения, такие убеждения. Может ли мужчина изменить свое прошлое? Нет. Не может. Что вы можете сделать? Либо его принять, мужчину, либо не принимать. Для того, чтобы принять, да, нужно для начала принять себя. Принять свои собственные чувства, свои эмоции, себя. Полностью. У вас этого не происходит. По двум причинам. Первая причина, это то, что вы отличница. Вот. И всегда на таких как вонгах, на недостойных смотрели. То есть у вас есть некие установки, что вот есть недостойные мужчины, в которых вы, например, выше, может быть, в которых вы, например, более достойные, да, и так далее. Вот. Это установки. Ну, можно считать, можно считать, что это классовые установки. Можно сказать, что это классовые установки. Можно сказать, что это, в общем и целом, родительская установки. Родительская установка. Ага, можно сказать. Можно сказать, что ваши эмоции, вот то, как вы представляете себе это. Я думаю, что он тащит другую девушку в постель. Он является таким, своего рода, ассоциативным поведением. То есть, видимо, где-то, как-то, когда-то для вас это, данная цепочка мышления, она для вас стала актуальной. Она для вас стала, ну, вполне себе реальной. И вы воспринимали и воспринимаете до сих пор то, что происходит с молодым человеком в контексте своих эмоций, в контексте своих переживаний, в контексте своих чувств, которые, в свою очередь, берут на джава из прошлого опыта, которые нужно проанализировать, осознать и сделать правильные выводы. Чтобы у вас немножечко поменялись представления об этом. Далее. Эмоции. То есть, может, ситуация какая? Даже я бы сказал не эмоции, а чувства. Да? Вот он говорит, что для него секс всего лишь физическая акта. Вот. Значит, любовь — это ценно-дорогое. Вы с этим не согласны? Что в этом вам не нравится? Почему вы не считаете сами секс таким-либо физическим актом? По крайней мере, почему вы не принимаете позицию своего мужчины по данному вопросу? Ну, хорошо. Хорошо. Вот предположим, да? Предположим, что вы поженились. Предположим, что вы создали семью. И он вам изменяет. Вот он вам изменяет. Что для вас это будет значить? Что он вам изменяет? Что он вам изменяет? Вот именно для вас. Что это будет означать? Какие представления о себе у вас должны поменять? Какие представления о себе у вас сейчас могут варьироваться, да? То есть, когда у вас плохое настроение, например, да? Вы чувствуете, там, ну, к нему неприятность, да, далее. Почему? Потому что он вам напоминает о том, что вы не единственные. Он вам напоминает о том, что вы не исключительно, что помимо вас, да, кто-то еще есть. Помимо вас есть еще другие мужчины, как бы, ой, простите, другие женщины, не мужчины, а женщины, другие женщины есть. Вот. И вас это напрягает. Потому что вы-то отличницы, вы-то первые, вы-то исключительные, вы-то единственные. И возникает вопрос, а почему вы были отличницей? Зачем вам это было нужно? Быть отличницей? Для чего вы стремились быть первой? Почему хотели быть первой? И, если интересно, хотите быть первой до сих пор? Я в этом более чем, более чем уверен. Так почему? Зачем вам это нужно? Что вы пытались этим, ну, я не знаю, может быть, доказать или показать себе другим? Либо, может быть, вы таким образом приводили в жизнь установки ваших родителей о том, что вы единственная, неповторимая и исключительная. В любом случае есть идеализация либо себя, либо ценностей внешних. То есть, либо себя, либо идеализация социальных норм, которые всегда, так или иначе, связаны с чем? Правильно. С обесцениванием чего-либо. То есть, если вы что-то идеализируете, то вы что-то обесцениваете. Например, идеализируя свои достижения, идеализируя себя, либо идеализируя социальные нормы, вы обесцениваете мнение другого человека и другие нормы. И рассматриваете людей как своего рода классы. То есть, вы смотрели как на недостойливого мужчину, на этого человека. Но при этом, все ваши мужчины были такими же, как он. Вы неудачнили, но я полагаю, это не обязательно. А почему все мужчины были такими же, как он? Почему? Потому что вы такие хотели видеть рядом с собой. Для чего? Либо потому, что вам чего-то не хватает, и в них вы пытаетесь это для себя получить. Либо вы испытываете тягу к тому, чтобы чувствовать себя лучше на фоне этих мужчин, как бы занимать доминирующую позицию. Как бы чувствовать себя ведущей, может быть. Вам приятное ощущение, например, что мужчина тянется как бы до вашего уровня. Вам нравится это чувство, что мужчина тянется как бы до вашего уровня. Потому что, ну, зрелые отношения, если вот вы человека любите, если вы человека принимаете, если вы себя принимаете. То есть зрелые отношения, они как бы предполагают тот факт, что вы понимаете, что человек, в принципе, еще, как бы сказать вам, он еще ребенок. И поэтому относится к этому как к достижениям своим. Поэтому и хвастается. Любой мужчина, если он личностно еще не зрелый, ну или недостаточно зрелый, да, он будет хвастаться своими интенсивными похождениями. Просто потому, что для мужчины это означает завоевание. И вам, как женщине 27 лет, это нужно понимать. По крайней мере, понимать, чем продиктовано хвастовство. Но если вы чувствуете, что вам неприятно, то вам больно, что вам противно, да, то это проблема не в нем, это проблема в вас. Это вы для себя в чем доведите угрозу. Например, вы боитесь подтверждения того, что вы не единственный, что вы не первая, что вы не исключительная, что вы не лидер. Да, это идет в разрез с вашим представлением о мире и о себе в этом мире. Например, вы боитесь одиночества. Например, вы боитесь предательства. Например, вы боитесь того, что кто-то вас обесценит. Либо у вас есть стойкие убеждения относительно того, какими должны быть, в принципе, отношения между мужчиной и женщиной. То есть, ну, вот я сейчас утрирую, да, немножко. Но, может быть, вам было бы лучше, да, если бы у вас мужчина был, например, девственником, у которого вообще не было бы ни одной девушки до вас. Но, с другой стороны, вы понимаете, что с таким мужчиной, скорее всего, вы бы не были вместе. Потому что у вас, ну, предпочтения какие-то есть определенные к мужчинам, да. Ну, вот. То есть, то есть, то есть, вам нужно разобраться в себе, чего вы хотите от мужчины, что вам нужно в нем, что заставляет вас с ним быть. Понимаете? И вот здесь мы подходим к очень интересному моменту. А именно, момент такой, что он вам, как бы, говорит, что влюбился в вас и хочет детей и семью. Ну, допустим, как бы, детей и семью пока не трогаем. Это отдельный момент. Вот. Скажем про чувства. Вы соглашаетесь, как бы, быть с ним, как вы говорите, но нет ничего, связанного с тем, по крайней мере, я не увидел в вашем тексте ничего, связанного с тем, что указывало бы на то, что вы его любите. То просто согласились быть с ним. То просто приняли его любовь. Но вы-то его не любите. Если бы он вам не сказал, что влюбился, как я понял из вашего текста, так бы ничего и не было. Возможно, у вас есть с ним симпатия, но эта симпатия не любовь. А если нет любви, нет принятия человека, если нет принятия человека, невозможно построить отношения, невозможно принять его. И возникает вопрос тогда. А если все так, то зачем тогда вы пытаетесь его принять? Зачем тогда пытаетесь забыть его прошлое? Понимаете? Для чего? Если вы его не любите. Если любите и принимаете полностью, то принимаете полностью и его прошлое тоже. Тут как бы вот нужно определиться с этими моментами, потому что они важны. Дальше. Так. Значит. Внешне он гипотичный, так, берет своим гипотичным характером. Во всем остальном он меня устраивает. То есть, знаете, какая штука. Вы не говорите, что я его люблю. Вы не говорите, что он мне дорог. Это он вам говорит про любовь. А вы как бы говорите, что он меня устраивает во всем. Так что вы к нему чувствуете? Вы человека пытаетесь подстроить под себя? Ну, на эмоциональном уровне. Или вы просто приняли его как личность и, собственно, сделали свой выбор? Непонятно. Дальше. У вас были мужчины тоже, ну, до него. Вы об этом никак ничего не говорите. То есть, ну, были и были мужчины, но, как бы, это было не в клубе, как вы пишете. Да? Ну, вот. И, в общем, ну, все никак у него, как бы, как бы, оправдываетесь вы. Скажите, а вы серьезно полагаете, что это имеет значение? У кого, где и сколько было партнеров? И какие они были, эти партнеры? Вы серьезно считаете, что это имеет значение вообще хоть какое-нибудь? Если да, то почему? Если есть разница, то какая? Девушки легкого поведения ли были у вашего мужчины? На комку на одну ночь. Были у него. У вас мужчины были. Какая разница, они были. Важен только факт этого. Факт того, что они были. И все. По большому счету, больше ничего не важно. Но вы себе это позволяете. Опять же, считая, что у вас все по-другому. А ему нет. Считая, что у него все было не так. И здесь мы сталкиваемся с чем? С идеализацией себя. С убеждением своей исключительности. Конечно, я не говорю о том, что вы прямо вот считаете себя лучше всех. Нет. Нужно понимать, что я говорю об этом с некоторыми условностями. Я хочу сказать, что вы, как мне показалось, ставите себя выше мужчины. И допускаете для себя то, чего не допускаете для него. Вот и все. Далее. Как бы смотрите. Вы считаете, что человек до вас, до начала отношений с вами, не должен был жить своей жизнью? Не должен был получать от нее удовольствие максимально? Вы так считаете? Или как? А если так, то опять же, почему? Почему вы так считаете? А если вы считаете по-другому? Ну, например, что он мог жить своей жизнью, то почему вы ему как бы это запрещаете? Свои реакции? Не позволяете им. А все опять же по той простой причине, что вы себе нарисовали или вам нарисовали другие идеальную картинку как вашего будущего, так вашей жизни, так и вас в целом. И наверняка вам говорили или заставляли вас быть самой лучшей. И говорили, что вы не только самая лучшая, но вы и достойны самого лучшего. Это правда. Но вы достойны не самого лучшего, а просто лучшего. А вот лучшее, что такое лучшее, это определяет уже сам человек для себя. Руководствует не внешними установками, не родительскими установками, не ценностями, а как бы культурными, а своими собственными ощущениями, своими собственными чувствами. Вот пока, пока ваши ощущения вам что говорят? Что вы боитесь, что мужчина повторит как бы свое поведение по отношению к вам. Правильно? Это вам говорят ваши чувства. Что мужчина может повторить это поведение, что оно у него может повториться. Вы же этого боитесь? Вы боитесь, что он потащит женщину в постель какую-нибудь другую? Почему вы этого боитесь? Ну, потащит эту женщину в постель. И что? Что дальше-то будет для вас лично? Вы будете хуже о себе думать? Вы потеряете его любовь? Или что? Понимаете? Вот об этом нужно подумать. Чем для вас лично грозит его измена? Что именно для вас это значит и почему? Вы как бы уже за своего мужчину, который еще даже не ваш муж, берете ответственность. То есть как бы ввергаете себя, или лучше сказать, вводите себя, вводите себя в состояние зависимости от него. И получается, что у вас есть определенная потребность. И эта потребность, скорее всего, та же самая, что и заставляет вас, заставила вас, позволила вам принять чувство другого человека, чувство мужчины. При том, что ваши чувства, вот что вы чувствуете, мужчины, да, они под большим вопросом. Ну, на мой, на мой взгляд, конечно, под большим вопросом. Потому что, ну, непонятно пока еще. Так, далее. Так, далее. Его ведение половой жизни в 12-13 лет. Это, вы думаете, его ответственность? То есть это ответственность мужчины, вы считаете? Что он вот так рано начал свою половую жизнь? Вот. Вы считаете, что это его проблема? Понимаете? Нет, это не его проблема. Это проблема его окружения. И его ответственность – это выбор. не то, что стимулировало его, что провоцировало его, что определило образ жизни. Это среда. Это окружение. А его выбор. И этот выбор он делает сейчас. И волнует меня этот выбор принять. Но вы его не принимаете. Почему? Потому что, скорее всего, не принимали ваш выбор. Скорее всего, вы сами свой выбор также не принимаете. Вот. И в этом, я думаю, строится основная причина вашего вмешательства. Ну, помимо всего того, что я уже вам сказал. Дальше. Так. Значит. У меня партнеров… Так. Стоит мне вспомнить этот факт о его прошлом, мне становится неприятно, и хочется уйти от него. А что именно неприятно становится? Конкретно, вот что именно? Было и было. Да вас же было. В чем проблема? В чем конкретно вам неприятно? Что вы не принимаете? Что вы отвергаете? У меня партнеров было гораздо меньше. Вот. Знакомства одноразовые клубные для меня дикость. Значит. И не считаю для себя чем-то позорным. Ну и правильно, позорного в этом нет ничего. Потому что люди этим пользуются и довольно давно. Это образ жизни. Определенный. Вы его либо принимаете, опять же, либо нет. Это объективная реальность. Такая. Но это… Это… Не определяет человека. Вот ни в коем случае это человека не определяет. Никак. Это не может его определять. Вы же почему-то считаете, что образ жизни определяет человека. И весь вопрос в том, опять же, ваше ли это стверждение или нет. Ваша ли это позиция, точка зрения или нет. Я полагаю, что это очень важный момент. Далее. Значит. Так. Он на мои вопросы отвечает, что он сам эту тему обычно не понимает. И это, я так понимаю, правда. Он не считает для себя… Для него секс – это физический акт. Правильно. Любовь – нечто ценное и дорогое. Правильно. В нечаянном упоминании своих прязей скорее есть нотки хвостовства. Это юный возраст. Возраст дает о себе знать. Вот. Ну, мужчине еще 24 года. По современным меркам это, знаете, очень мало. Это практически, в общем-то, такой бурно развивающийся подросток. Можно так сказать. А вы от него ждете чего-то другого. Вот. Значит, нотки хвостовства, а не стыда. А вы считаете, он должен стыдиться? Почему? Потому что вы чего-то стыдитесь? Или вас приучили стыдиться? Или вас приучили стыдиться чего-то? От чего вас приучили стыдиться? Может быть, своих желаний? А не потому ли вы тогда выбрали этого молодого человека? Потому что он олицетворяет все то, чего вы хотите. Почему вы считаете, что человеку должно быть стыдно? Стыдно – это когда люди откровенно причиняют вред другим. И то только в том случае, если они этого не хотят. А если человек хочет причинить вред, он его причиняет, за что тут стыдиться? Стыд – это не принятие себя. Стыд – это чувство вины. Искусственное чувство, которое формируется, опять же, окружением для того, чтобы человек сделал так, как удобно другим, а не ему самому. В здоровом состоянии, если человек чувствует, что ему стыдно, он просто этого больше не будет делать. Он проанализирует, он сделает выводы и он не будет стыдиться. Ну, того, что сделал. Исходя из этого, вот мне, вы, знаете, напоминаете такого ребенка, который, ну, может быть, живет в неком таком идеализированном мире. Ну, вот. Который идеализирует себя. Который хочет быть единственным и неповторимым. И который, вероятно, через какие-то достижения социальные, через тот же самый стыд, ожидает одобрения, любви. Потому что этой, вот, как бы любви, да, он недополучал. Почему я так говорю? Потому что, если бы вы хотели быть отличницами по себе, если бы вы добивались каких-то результатов в своей деятельности сами по себе, и если бы эти убеждения, которые у вас есть, относительно секса, относительно образа жизни, относительно достоинства, ну, достойных людей или нет, были бы чисто вашими и только вашими, то я полагаю, что в таком случае мы бы просто не были бы с этим мужчиной. А раз так, то мужчина, условно, это олицетворение всего того, чего вам хотелось. Это своего рода олицетворение свободы. А вы и ваши убеждения, это настройка социальная, которая давит на вас. Вполне вероятно, что именно поэтому вы и опасаетесь того, что у вас такой мужчина. Ведь как? Как в обществе вас требует, если он вам изменит, например? Это же все. Это же трагедия. Это же неподобающее поведение. Это же кого вы выбрали? Получается. Это, в свою очередь, означает, что вас волнует мнение других. А это, в свою очередь, означает, что вы принижаете себя. В свою очередь, это означает, что вы не уверены в себе, делает болезненно возможную измену. Потому что это как бы подтверждает тот факт, что вы, ну, где-то в чем-то допустили ошибку. Вот. И обесценивая других, например, в случае измены, в действительности вы обесцениваете себя. Потому что вам нужно обесценить других, вам нужно обесценить других, дабы возвысить себя. Понимаете? Вам нужно считать кого-то недостойным, для того, чтобы себя считать достойным, достойной. Но в действительности, в действительности, правда заключается в том, что при любом образе жизни, при любом направлении деятельности, можно быть достойным человеком. Абсолютно, да. Любом и абсолютно достойным. Да? Если это, во-первых, не несет вреда другим, и если это, собственный выбор человека. Понимаете? Вот уже, вот и все. Больше никаких критериев, достойный, недостойный, нет. Нету больше никаких критерий. Но они у вас есть. И эти критерии субъективные. Дальше. Значит, так. Ну понятно, что смотрели, как на недостойного. Все знали, с какими женщинами они спят. Ну и что? И что? Ну, какая разница? А теперь такой же мужчина хочет жениться в семью. Ну, вы знаете. Это он вам сказал, что хочет жениться на вам. И семью. А вы спросите у него, зачем ему семья вообще нужна? Ну вот так, помимо всего прочего. Зачем ему семья? Что она ему должна дать по его мнению? Что он вкладывает в нее смысл? Рациональным отчислениям я понимаю, что это хорошо, а не факт, что он будет гулять в браке. Ну а если будет гулять в браке, то что это означает? Что он не удовлетворен. Либо не удовлетворен, либо не уверен в себе. Оно лежит в самоутверждении. Вот что это значит. К вам это отношение никакого не имеет. Вы несете ответственность только за себя. Выбрали человека, сердце не прикажет. А одобрение кого-либо вам не нужно. Если нужно, это уже не вы. Понимаете? Мой брат уже нагулялся и не будет по-прежнему спать. Но моя эмоциональная часть ничего не может с собой поделать. Мне просто противно становится. Ее нельзя наливировать, эмоциональную часть. Где, когда и как вы себя так чувствовали? Где, когда вы научились так реагировать на данные ситуации? Почему у вас такая реакция? Кто научил? Кто показал, что так может быть? Может быть, у вас модель поведения маминой, допустим, что мама у вас была вот такой же, как вы, да? То есть, сильной, такой яркой, достойной. Вот. А мужчина, наоборот, был недостойный. И она все время страдала. От этого. Ну, от того, что у нее мужчина такой недостойный. И все время на него жаловала. И все время его подавляла. И все время вела себя с ним, как родитель. Да? Такой вот. Как вы себя примерно сейчас ведете с своим молодым человеком. Как родитель. Правильно? Ого. Ну, так мамой же двигалось что-то. Правильно? Мама же чего-то хотела. Мама же что-то управляла. Когда она выбрала себе такого спутника жизни. Значит, что-то ей было нужно. Вот и вопрос. Что именно? Что было нужно? Снимается? Ну, может быть. Я не говорю, что это обязательно так. Я не говорю, что вы обязательно повторяете модель поведения своей мамы. Вот. Это не обязательно. Не обязательно, что повторяете модель поведения своей мамы. Нет. Я не хочу сказать, что может быть что-то схожее. А может быть у вас наоборот папа был таким, а мама была другая. И у вас как бы контрсценарий, что такой как мамы быть нельзя, например. Понимаете? Истина-то она где-то рядом, где-то посередине, как правило. Между сценарным поведением, антисценарным поведением и контрсценарным поведением. Понимаете? Вот. Вот. Ну, опять же, вопрос в том, хотите ли вы это как-то анализировать, хотите ли вы это как-то разбирать. Ух. Ух. Вопрос. Конечно. На мой взгляд такой. Довольно важный. Вот. Но в любом случае. В любом случае. В любом случае. Вы ничего-то хотите от своего молодого человека настоящего. Вот. Значит, двое мужчин аналогичных ему. А чем это говорить? Да? О потребностях ваших. Далее. Я их никогда не воспринимала всерьез. А даже зачем были тогда с ними? У них были другие недостатки. У всех есть недостатки. Это нормально. У каждого. Которые делали наши отношения непригодными для брака. А вам брак зачем? Вы что, с этими мужчинами и вообще с мужчинами встречаетесь для брака? Простите. А с какой целью вы встречаетесь с мужчинами для брака? Ну вот. Зачем? Зачем вам брак? Для чего? Аналогичный вопрос. Какое отношение вы вкладываете в брак для себя? Что он вам должен дать? Чего вы от него хотите? Чего вы ожидаете от него? Чего? Вот. Важный этот момент? Очень. Ну, нужно для себя понять, как бы, чего вы ожидаете, что вам нужно. Да. Нужно. Чтобы понять, где грант между вашей ответственностью, например, и ответственностью другого человека. Ну, без этого никак не получится. По-другому невозможно будет. Нужно обязательно для себя понять, зачем вам брак. Получается, что всех мужчин, по сути, всех мужчин, по сути, вы как бы воспринимаете через призму брака. То есть, вот, подходит он мне для брака или нет? Ну, это разве правильное восприятие, как бы, людей? Это разве правильное восприятие мужчин? Вообще, в принципе, как вы, вот, считаете? Сами. Для себя. Вы просто взаимодействуете с мужчинами, вы просто с ними, как бы, встречаетесь. Вам нравится человеку, вы готовы его принять, не готовы закрывать глаза на его недостатки, на те, которые у него были на момент нахождения с вами в романтических отношениях. Все. Все. Не готовы. Никакого, никакого брака. Вы о харизме говорите, ну, своего мужчины. А что, кроме харизмы, харизма это единственное, что, вам кажется, должно быть в мужчинах, чтобы быть с ними в адекватных отношениях, например. То есть, тут вот тоже момент такой довольно важный, по-моему, на мой взгляд. Дальше идем. Значит, ага. Но ведь этот намного лучше в сердце, что у меня был. Вы знаете, ваше осуждение о мужчине, что он намного лучше, чем те, что у вас был. Такой какой-то сравнительный анализ получается у вас. То есть, вы сравниваете его с другими. А если он в определенный момент времени, в определенной ситуации поведет себя так, что, например, вы перестанете думать, что он лучше, чем всех, кто у вас был до этого. Но вы его тут же бросите, например. К чему вот эти вот сравнения? К чему вот эти вот попытки найти самого лучшего мужчину? С чем? Чтобы кому-то что-то доказать? Чтобы себе что-то доказать. Понимаете ли вы, что при таком раскладе ни о какой любви речь не идет. Вы просто приглядываетесь к людям и приглядываетесь к мужчинам и выбираете себе того мужчину, который самый лучший для вас, по вашему мнению. Но это же его лучший. Простите за корявость. Это же его лучший. Волей-неволей всегда, рано или поздно, обернется для вас чем-то. Всегда. Чем-то для вас она обернется. Потому что идеальных людей нет. Это же человек харизматичный, например. У этого есть свои оборотные стороны медали. Если человек активный, у этого есть оборотные стороны своей медали. У всего есть оборотные стороны своей медали. Лучших людей нет. Знаете, самых лучших людей, опять же, для вас нет. Постарайтесь перестать думать об этом именно в каком ключе, о людях. Постарайтесь перестать думать о людях в каком ключе. Это, ну, знаете как, это по меньшей мере недальновидно. А по большей мере, по большей части, в этом есть что-то детское. То есть, по сути, то, что вам не нравится в своем молодом человеке. Вот. Понимаете? И в итоге, в итоге, ситуация, ну, проходит на то, что два таких ребенка, один ребенок, в буквальном смысле слова, да, такой подросток, вот, уже такой старший подросток, да. Вот. А вы, это, ну, можно сказать, тоже ребенок, но периодически регрессируете, периодически проявляете свое детское состояние в родительской позиции по отношению к мужчине. То есть, этот не пригоден, этот не подходит, этот самый лучший. Все, я его выбрал. Действительно, это тоже детская позиция такая. Как бы, регрессная детская позиция. По взрослому вы принимаете человека? Готовы принять его? А чтобы принять его, что нужно для этого? Чтобы принять человека, нужно принять себя сперва. Полностью. Без всяких, да, достоин, недостоин, без достижений, без каких-то там, я не знаю, социальных, там, значений, без социального значения, без чего-либо еще. Просто, просто, безусловно, себя принять готовы? Либо да, либо нет. Все. Вот пока себя так вы принять не можете, пока, если так вы себя принять не можете, то ни о каком принятии другого человека, в принципе, речь и быть не может, поймите. Всегда будут какие-то условности. Как мне, значит, пересилить себя и забыть его прошлое? Пересилить себя это что? Наступить на свои желания? Наступить на свои чувства, например. Наступить на свои какие-то эмоции, которые как бы вам, ну, как бы, как бы сигнализируют о том, да, вот, что что-то не так. О том, что, вот, ну, что-то неверно происходит. О том, да, что вам что-то не нравится, что вам что-то не получает. Как-то, вот, не очень все складывается. И пересилить себя это значит что? Подавить. А подавить себя это значит что? Закрыть глаза на свои желания. На то, о чем сигнализируют ваши чувства. Почему вы так делаете? Потому что привыкли. И делаете вы это, скорее всего, не первый раз уже. Не первый раз вы себя пересиливаете. Не первый раз вы на себя наступаете. Почему? Ааа, так. Потому что так делали с вами другие. Ваши родные, по всей видимости, они пересиливали себя, переступали через себя и вас стимулировали переступать через себя так же. Хорошо это? Для идеальной социальной жизни? Да. Для личностной жизни? Нет. Абсолютно. Потому что, ну, никакого счастья не может быть. Ну, да, нам это лучше. Понимаете? Вот. Вот, как бы, момент. Ааа, какой. Дальше. Дальше. Дальше, значит, так. Ведь для него оно ничего не значит. Почему тогда, значит, для меня? Хороший вопрос. Не хочу расставаться за такой глупости. Это довольно эгоистичная позиция. Я бы сказал, что, опять же, детская позиция. То есть, с одной стороны, это идет принижение себя. Ну, вот какая глупость. Она мне сейчас, да, там все испортит. Мои отношения хорошие испортят. Вот. Ну, это, это, это не серьезно, на самом деле. Правда, это не серьезно. Это не глупость. То, что с вами происходит, это не глупость. Это реальность. Вот. Это реальность, на самом деле. И я полагаю, что в реальности, в реальности, ни в коем случае нельзя как-то вообще обесценивать себя. Потому что, то, что является для вас, как вы говорите, глупостью, то, что является для вас, как вы говорите, досадным препятствием, на самом деле очень важно. Вот. Но это, скорее всего, скорее всего, не подходит для ваших целей каких-то. Это не подходит именно для ваших каких-то целей. И вот, взят он с том, какие у вас цели. И связаны ли они вообще эти цели, как бы, с тем, чтобы принять молодого человека. Понимаете? Понимаете? Дальше. Так, иногда ничего не могу с собой поделать. Для информации мне... Да. Вот. Ну, ничего не могу с собой поделать. То есть, я не анализируюсь. Я не делаю выводов из своего поведения. Да. Я не пытаюсь разобраться с тем, почему у меня так происходит. Не прислушиваюсь к себе. Вот. Просто ничего не могу поделать с собой. И все. Знаете? Какая штука. Это, вот, ничего не напоминаешь вам? Так. Мне 27, ему 24. Наша дружба стала отношениями через три года после знакомства. Ну, неплохо. Это даже здорово. Большая вероятность того, что мужчины воспринимают вас именно, именно как важного для себя человека, а не как что-то случайное. Потому что, ну, три года дружбы, это, знаете, это много, много, много. Вот. По его инициативе он влюбился, и я согласился. Ну, вот, об этом я уже говорил, да. Здесь я бы хотел просто, наверное, еще раз обратить ваше внимание. Вот что значит, что он влюбился, и я согласился. Вы, это что, договор какой-то заключаете? Или что, что вы соглашаетесь? Вы к человеку сами что чувствуете? Помимо некого ощущения собственничества, помимо вот всего того, о чем мы говорили. У вас к нему какие чувства? У вас к нему какие эмоции? Вам чего самой-то для него хочется? Понимаете, мужчина никогда не будет изменять женщине, если она делает для него все. Если она ему вся открывается, если она отдает ему все, что у него есть. У нее есть. Понимаете, мужчина никогда не будет изменять. А если изменить, изменить, означает ли это, что женщина виновата? Означает ли это, что женщина сделала что-то не так? Понимаете? Означает ли это, что женщина как-то неправильно поступала? Ох. Нет. Нет. Она делала все, что как бы, ну, в ее силах. Понимаете? Ох. Она делала все, что могла сделать по сути. Как бы. Ох. Ну и все. Вот ответственность ее. Вот ответственность его. Знаете? Дальше. Идем дальше. Так. Значит. До этого у каждого были другие партнеры, он хочет жениться и детей. Обязательно уточните у него, зачем ему дети и для чего ему свадьба 24 года-то. Как бы. Вот. Я сказал они раньше, чем через год, чем руководствовались, когда сказали это, почему через год, почему такие условия. Особенно без учета, без понимания того, вообще какие у вас чувства и так далее. Вы сами-то вообще готовы отдавать мужчине. Безусловно. Причем. Отдавать. Не так, знаете, что вот я и буду ему отдавать только если там он мне там что-то сделает. Или он мне там обещает. Или если я буду уверен, что он мне изменит. Нет. А вообще я просто безусловно готовы отдавать себя ему. Не знаю, что будет дальше с детям. Не знаю, что будет дальше. Детям вообще готовы себя отдавать? Для себя пожили? Или еще нет? То есть почему через год? Почему именно через год? Как бы. Вот. Значит, я не смогу избавиться от ревности, или брезгливости, или чувства несправедливости. Ну, титул несправедливости вообще это прямо прямиком из детства, да? То есть об этом все равно уже говорили. Ревность – это страх одиночества. Ревность – это страх одиночества. И, помимо всего прочего, ревность – это еще недовольство тем, что кто-то или что-то зашигает на объект, который вам дарует удовольствие, наслаждение, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это страх одиночества. То есть это боязнь того, что вы останетесь одна. И опять же, в этом контексте нет ничего удивительного, потому что, ну, я вполне легко могу представить, что вы боитесь остаться одна. Потому что люди вас окружают только те, которые видят ваше достоинство, да, ваше достижение, но не принимают вас, может быть, без них. Вот. И поверьте мне, если кто и способен принять вас в настоящее, без всей этой мечуры, только этот человек, который сам знает, что такое не самый правильный, не самый правильный образ жизни. Понимаете? Дальше, значит, боюсь и через год не смогу избавиться от ревности. Да? А почему боитесь? Почему боитесь? Вы, может быть, не избавитесь от того, например, и ваш человек, допустим, вам он не подходит. Ну, если так вот представить себе, да, что вы взрослый. Вот. Чего боитесь? Что страшного для вас произойдет? Подумайте об этом. Так. Нужны советы? Тут не советы нужны. Тут работа нужна. Регулярная. Я бы сказал. Совет мой надо один. Тут только. На мой взгляд. Вот помимо, помимо того, что, значит, ну, помимо того, чтобы вы, помимо того, что вы, значит, преанализировали, то, чего вы боитесь, да, вот помимо этого. Еще старайтесь обязательно каждый раз, каждый раз, когда вы испытываете ревность по отношению к мужчине, наоборот, дарите ему ласку, рабость, любовь, улыбайтесь ему через силу. Да, вот здесь действительно нужно себя пересилить. То есть другие автоматизмы, другие навыки, другое поведение. Вот. Пять-шесть раз так сделаете, будет уже легче. И каждая ваша ревность, вот этот взрыв ревности, который, ну, по привычке будет в любом случае, еще какое-то время, не самое короткое, он будет вас стимулировать на то, чтобы вы проявляли к человеку больше любви, больше эмоций, больше страсти, например, ну и так далее. Дальше. Значит, так. Он тоже расстраивается, я не могу объяснить, почему для меня это так важно. и стоит мне об этом заговорить, как он все стрелки переводит меня и говорит, что тоже меня ревнует к бывшим. А почему вы не считаете, что он может ревновать действительно? То есть вот откуда вы знаете, что он неревнивый? Может быть, он это скрывает? Может быть, он... Вот откуда вы знаете, почему вы думаете, как бы думаете за человека? Да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.